Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем самоделочку из обрезка фанеры. В данном случае использую 18-мм фанеру. Ну а что из этого получится, мы сейчас с вами увидим. Всем приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и можно приступать к сборке нашей самоделочки. Для этого нам понадобятся вот такие две петли. Крепить буду это все на саморезы при помощи своего нового шуруповерта от компании WorkPro. Поставляю шуруповерт вот в таком пластиковом кейсе. В самом кейсе находится шуруповерт. Здесь все стандартно. Две скорости, реверс, уровень заряда батареи, подсветка. Но здесь есть ударный режим. То есть при помощи трещотки мы можем выбирать сверление, закручивание и ударный режим. Поставляется шуруповерт с двумя аккумуляторами на 12 вольт 2 ампер часа. Заряжается это все при помощи вот такого вот блока питания и адаптера. На адаптере тоже есть индикация, зарядка и полная зарядка. Также здесь присутствует небольшой набор сверел, перьевых, по дереву. Есть набор бит, PH-PZ плоские, магнитный держатель и набор головок. Я думаю для начинающего мастера это будет отличный подарок. Ссылочку где я это покупал оставлю внизу под описанием. Также там оставлю промокод на скидочку. Ну а мы продолжаем. Все, наша самоделочка готова. Можно приступать к тесту. Так, для чего нужна данная приспособа? Допустим у нас есть заготовка, в которой нужно сделать большое количество пазов. К примеру мы делаем выдвижные ящики и нам нужны пазы. Как мы обычно это делаем. Чертим линии, затем ставим фрезер, отмеряем с одной стороны, с другой. Ставим упор и фрезеруем. Затем опять берем фрезер с одной стороны, с другой. Делаем разметку, упор и проходим. Вот как раз данная приспособа упростит данную операцию. Что нам нужно сделать? Мы уже замерили центр фрезы и сколько будет у нас до края подошвы. Это расстояние мы отрезали вот на этой заготовке. Теперь мы допустим начертили линию и нам всего лишь нужно совместить линию с краем вот этой заготовки. Совмещаем и зажимаем струбцины. Зажали, еще раз сверили, все ли совпадает. Теперь поднимаем нашу заготовку и можем спокойно фрезеровать. Ровно посередине. Друзья, вот такая вот простенькая приспособа сегодня получилась. Ну как видели, она очень упрощает нам задачи, когда много нужно сделать пазов. Опять же, если вам нужно сделать один паз, да, вам возможно проще будет поставить просто упор и провести. Если, конечно, требуется много делать пазов, то тогда проще с данной приспособой. Опять же, хотел сказать, что данная приспособа будет работать именно только с данным фрезером. Потому что для каждого фрезера нужно отдельно замерять. От центра до края подошвы. На этом, думаю, будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!